девочки привет покажу на фоне какой красоты я буду снимать сегодняшнее видео пока все еще в желто-зеленых красках бордовых цветов я встречаю крайне редко ну потому что еще начало октября все еще впереди и пока выдался солнечный денек я решила снять видео в котором главную роль будут играть голографики и устроим мы с вами лака битву между двумя брендами x-dansky и села нас и и первая пара соревнующихся между собой фиолетовых голографиков от x-dansky pink flame из осенней коллекции этого года из коробочки art palette от насти джессика из зимней коллекции этого года но вы сами видите насколько яркая у них голография правду насти кажется что она еще ярче но я считаю просто стенки бутылька у него пошире и поэтому так кажется частички голографические у них одинаковых цветов желто зеленые сине малиновые а по цвету базы джессика чуть чуть темнее ну по крайней мере глядя на них бутыльке и кстати не только на солнышке они такие красивые но и в тени осенние малиновых оттенков удивительно настолько разными они оказались на сводчах и камера моя с ума сходит просто от этой яркости и так сверху вы видите сводч на джессику и его я нанесла в один слой потому что он оказался даже темнее чем бутыльке а под ним уже pink flame и обратите внимание топ я наносила только на половинки типс с правой стороны половинки более глянцевые потому что я нанесла топ жидкое стекло от xdansky знаю что этим голографиком подходит абсолютно не каждый топ простые вот например от и не я пробовал наносить топа они съедают синего цвета частички но кстати вот топ от xdansky жидкое стекло оставил их то есть он им подошел с левой стороны часть родного финиша на полуматовая слегка даже шуршавая у насти в особенно но я специально оставила их пополам чтобы можно было сравнить съел ли топ частички или нет и отлично он справился в итоге абсолютно разные но xdansky горит даже по моему еще сильнее чем насти я не ожидала и вот такие скромные они в тени слева джессика отчетливо видно кстати граница с топом и без посерединке pink flame и снизу бэти от насти кстати изначально я хотела pink flame сравнить с бэти мне показалось что бутылки они похожи больше а потом когда я уже наткнулась на джессику была отчетлива разница в джессике это фиолетовая нотка как в pink flame а бэти больше бордовым и цвета и я заметила что стопом бэти выглядит более красный а без топа реально уходит больше фиолетовый я думала топы только частички съедает но и сам пигмент оказывается становится другим оттенком и следующая парочка которую я давно уже хотела сравнить forbidden red от xdansky из той же осенней коллекции этого года с палетки арт палет из коробочки арт палет точнее и мэрилин уже классика наверное в лагах из той же зимней коллекции голографиков и как только я увидела forbidden red я подумала да это же мэрилин только более бюджетная версия и наконец дошли руки их сравнить опять же вы видите да голография же у них один в один такая же желто зеленая с синими частичками и в тени они выглядят вот так в тени частички серебристого цвета и на половинку типсы а с левой стороны их родной финиш forbidden red тот что снизу я наносила в два слоя а поверх него точнее сверху на одну ступеньку мэрилин от насти его я наносила в один слой и на этих типсах кстати все насти нанесены в один слой вот с левой стороны самый первый джессика в один слой через одного бэти рядом с бэти мэрилин специально их нанесла вместе чтобы можно было разглядеть разницу они в принципе очень похожи между собой бэти и мэрилин но бэти имеет немножечко фиолетовую нотку а мэрилин для меня это вот прям классика сравнение с forbidden red мэрилин выглядит более бархатным в нем красные частички вот как будто изнутри сияют но в целом если не придираться они очень похожи кстати forbidden red мне кажется немножечко холоднее чем мэрилин ну и плюс разница в том что x done sky я здесь наносила в два слоя и forbidden red в сравнении с мерлин выглядит немножечко полупрозрачно все равно при этом голография у них одинаковая но вот не считая бархатность бархатности у насти и если первая пара на солнце достаточно достоверно передавала голографию то мэрилин и forbidden red почти не показывает свои синие частички сейчас хотя в жизни они есть и плавненько перемещаемся в тенек видно что forbidden red напомню от самого низу более холодного красного цвета и если выбирать между красными я все-таки выберу мэрилин потому что такой бархатности как у нее в других лаках я не встречала и она делает этот лак особенно правда в тени все это красоты не разглядеть и и последняя парочка соревнующихся между собой лаков after noon от x done sky из весенней коллекции арт пеллет и orange кэт от насти из летней коллекции пастельных кремов на мой взгляд абсолютно взаимозаменяемые отличие их в том что у x done sky на полтона более абрикосового цвета база а у насти на эти же полтона она уходит в бежевый у x done sky слюда сине-зеленая и зеленый отчетливо виден а у насти она сине-фиолетовая и сразу бросается в глаза что в x done sky намного больше намешали слюды благодаря зеленому шиммера аврора orange кэт конечно выделяется на фоне x done sky но при этом на ногтях этот шиммер практически не виден поэтому я и говорю что в принципе они взаимозаменяемы и вот в тени а 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 фонished с ватчи на солнышке справа оранж кэта ты а слева афтенун и здесь я разницу вижу только в том что у их станция намного больше намешано следы и все а то что слюда у нее больше зеленого цвета а оранжка от синяя мне вообще в глаза не бросается на сводчим но так как я оранжка это уже выгуливала и мне очень понравилось я наверное если бы выбирала выбрала бы настью и в тени ну и давайте подытожим если бы я не была лакоманьяком абсолютно точно могу сказать что xdansky в этом случае был бы бюджетным аналогом насти но я же все-таки лакоманьяк и все-таки они разные хотя бы тем что все насти наносится в один слой и у той же мерлин есть бархатность который нет в xdansky и в насти есть шиммер аврора который делает лайки особенными поэтому я бы конечно в некоторых из этих случаев таких как мэрилин и оранж кэт я бы выбрала настю а в случае фиолетовых точнее малиновых я бы выбрала пинк флейм вместо джессики а какой выбор был был ваш пишите пожалуйста в комментариях спасибо большое за просмотр надеюсь это видео было интересным и полезным а мы с вами увидимся в следующем видео пока